Сегодня, как вы знаете, большой праздник в честь святителя Спиридона Тремефунского Чудотворца. Его очень почитают на Руси, а на Крите его почитают даже больше, чем Николай Чудотворца. И мне бы хотелось сегодня немного поговорить о его жизни и как он достиг такого состояния святости и почему люди его так почитают. Не так много сведений осталось о его жизни. Некоторые вещи мы узнаем из церковного предания, но, тем не менее, они позволяют нам понять, какой образ жизни вел будущий святой и за что его люди так уважали. Он родился на острове Кипр в конце III века, приблизительно между 270-280 годами и был из простой крестьянской семьи. Он пас овец, и это было его основное занятие. Жил он благочестиво, подражая святым, и женился на такой же благочестивой женщине. У них родились дети, но, к сожалению, она ушла из земной жизни, и он остался один воспитывать детей. И люди видели то, как он искренне верит в Господа, приходили к нему за помощью, за советом. Это было очень интересно, потому что он был простой пастух, но весь город к нему ходил за помощью, за разъяснением каких-то вещей, с просьбами о молитве. И когда приставился правящий архиерей города, рядом с которым жил будущий святитель Спиридон, то многие люди единогласно попросили избрать в епископы именно Спиридона. И он, проявляя послушание перед волей Божией, согласился на это. И так он стал епископом. Из пастухов занял такое высокое положение в обществе и в церкви, но при этом он не изменился. Он продолжал также жить очень просто, заниматься животноводством, тем самым зарабатывать себе на пропитание. А деньги, которые у него появлялись, он раздавал нищим и очень заботился всегда о тех людях, которые не имели многих земных благ. И когда люди видели его пример рядом, не где-то далеко, а вот он жил рядом с ними и общался со многими людьми, то, конечно, такая живая вера, она приводила других людей ко Господу. Сегодня несколько примеров мы вспомним из его жизни описания, потому что их очень много. Все мы, наверное, с вами не сможем даже вспомнить. Но что еще очень интересно? Ведь на сегодняшний день все архиереи – это очень образованные люди, которые зачастую, кроме семинария, имеют еще академическое образование или даже степени докторские в богословии или в истории церкви, в других науках. А в то время не было таких учебных заведений, чтобы люди могли почерпнуть все знания о вере. Но Господь дал такую возможность святителю Спиридону. И когда в 325 году проходил Первый Вселенский Собор для того, чтобы осудить ересь арианства, которая принижала Сына Божьего по сравнению с Отцом, что является абсолютно неправильным, на этот собор пригласили и святителя Спиридона. И он смог настолько четко и ясно выразить суть православной веры, что многие еретики раскаивались в том, что они делали, раскаивались в своих прегрешениях и возвращались в лоно православной церкви. Много было философов, которые пытались спорить с епископами православными, в том числе и со святителем Спиридоном, но он имел особый дар для того, чтобы переубедить людей в их ереси, в их заблуждениях. Вот он показал такой удивительный пример. Когда говорили о том, что о сущности Святой Троицы он совершил такое маленькое чудо. Он взял кирпич в руки, стал молиться, и в этот момент из кирпича вышел огонь вверх, которым обжигали эту глину. Затем вниз потекла вода, а в руке у него осталась глина. И он сказал такие изумительные слова. Вот три стихии, а кирпич один, сказал святитель Спиридон. Так же и в Святой Троице три лица, а божество едино. И когда люди видели такие чудеса, то, конечно, многие уже понимали, что они как-то неправильно верили и заблуждались. И представьте, на соборе были сотни людей, в том числе было очень много еретиков, которые поддерживали Ария. Но по документам этого собора остались поддерживать ересь всего лишь шесть человек во главе с Арием, главным еретиком. Все остальные вернулись в лоно православной церкви и покаяли своих заблуждений. Это очень важный момент для всей церкви, потому что такая проповедь, она сыграла очень большую роль в борьбе с этой ересью. Потому что это действительно была серьезная болезнь общества того времени, которая мешала многим людям правильно понимать православное вероучение. И так же известно в преданиях описывается о том, что не раз он помогал людям и исцелял больных, и даже воскрешал мертвых. Кроме того, поскольку знал многих жителей города, в котором молился, и острова Крит, на котором он жил, то не мог оставаться равнодушным к проблемам. И когда была засуха, он молился, чтобы Господь послал дождь. И действительно так получалось, и это помогало людям спастись от голода. Если, наоборот, были ливни, он молился, чтобы они прошли, чтобы сезон урожая выдался удачным для людей. Потому что мы с вами сейчас в благополучное время живем. Нам тяжело понять, что такое голод. Во времена святителя Спиридона от голода люди действительно умирали. Это было страшное бедствие. И известно несколько случаев, как он помогал людям при этом. Вот один изумительный такой случай описывается, когда некий человек, движимый своей жадностью, жестокосердием, решил заработать большие деньги. И привезя на остров зерно, не стал его продавать по нормальным ценам людям, чтобы всех накормить. Он решил его попридержать, когда уже будет сильный голод, цены вырастут, продать все с большой прибылью. И один бедняк, понимая, что его семья может просто умереть от голода, пришел у него просить зерна, чтобы накормить свою семью. Но этот жестокосердный человек отказал. И этот бедняк пошел к святителю Спиридона, стал просить о помощи. Они вместе помолились, и он ему сказал, что пройдет немного времени, и этот богач будет сам тебя просить взять столько хлеба, сколько ты хочешь. А в твоем доме его будут достатки. Прошло немного времени, пошел очень сильный дождь, ливень затопило город и размыло амбары этого человека состоятельного. И зерно из его амбаров стало разливаться вместе с водой по всему городу. И он вместе со своей семьей стал просить всех жителей города, «Помогите мне спасти хоть что-то из моих запасов, чтобы я не стал нищим». Но никто ему не стал помогать. А потом богатый человек нашел этого бедняка и стал его просить «Возьми столько хлеба, сколько тебе надо». Он понял, что это было наказание Божие за его жестокосердие. И он раскаивался в том, что сделал. Также описывается, что во время одного богослужения святителю Спиридону сослужили ангелы. И хор слышал, как они пели «Господи помилуй» и возглашали и духове твоему во время богослужения. Причем это слышали многие люди, которые находились даже рядом с храмом. И поэтому многие, слыша такое ангельское пение, приходили в храм, чтобы помолиться вместе со святым. Также очень интересно, что святитель Спиридон, являя собой пример смирения, поддерживал людей даже своим хозяйством. Когда многие люди пытались продавать зерно, животных, он открывал просто свой амбар, и каждый мог зайти, взять столько зерна, сколько ему надо. А потом люди могли вернуть. Когда у них все уже было хорошо, они также возвращали, тем самым помогали друг другу. При этом он не записывал, кто кому как помог. Но авторитет его был настолько большой, что люди не обманывали. Люди честно помогали друг другу таким образом. Также известно, что поскольку он держал овец, однажды ночью к нему забрались разбойники, хотели украсть овец. Он пребывал в молитве, и какая-то неведомая сила скрутила этих разбойников. Они не смогли завершить начатое. И затем уже утром их увидел святитель Спиридон, стал о них молиться, долго рассказывать им о том, что нельзя совершать такой грех, губить свою душу через воровство. И проповедь это подействовала на этих разбойников. Они покаялись и пообещали, что будут жить теперь совершенно по-другому. И что делает дальше святитель Спиридон? Он каждому из них дал по овце и сказал, что вы же не зря бодрствовали всю ночь. Представьте, он простил разбойников, которые хотели его ограбить. Ну вот это чудеса, которые мы, некоторые чудеса, которые мы можем прочитать в житии святителя Спиридона. Но могу сказать, что очень много чудес у нас и в наше время происходит. Так одна женщина писала, что в 2011 году у нее погиб муж, она осталась в декретном отпуске, и еще были дети, и был большой долг. 450 тысяч для ее семьи, которая потеряла источник дохода, это были очень большие деньги. И она стала молиться святителю Спиридону. При этом возникли проблемы с родственниками. Они подали в суд, готовились выселить мать с детьми из собственного дома. И казалось, ничего нельзя было сделать. Но как-то с Божьей помощью люди стали помогать. Кто-то вернул старый долг, кто-то еще каким-то образом помог, хотя мог бы этого не делать. И в итоге ситуация разрешилась. Это один из таких примеров. Сегодня я читал также несколько случаев, когда во время Второй мировой войны были бомбежки острова Крит, то люди прятались в храме. И храм не пострадал. Там даже ни одно окно не было выбито и не треснуло. А многие здания, которые находились рядом с храмом, они были разрушены. Кроме того, вчера такую интересную историю прочитал о том, как некий человек, женщина заболела очень сильно и казалось, что не знает вообще, как ей исцелиться. Нужны были очень большие средства на лечение. Она стала молиться святителю Спиридону. Какую-то часть ей удалось собрать. Но большую часть она понимала, что собрать не может. И от этого зависела ее жизнь. Она зашла на какой-то форум, где люди делятся просьбами о помощи. И поскольку не знала сама, как это правильно все сделать, где разместить объявление о помощи, ей вызвался помочь некий человек с забавным ником Добрый Жук. И он ей сказал, дайте номер своей карточки, я постараюсь вам помочь. И действительно, через некоторое время на ее счет пришла сумма, необходимая для оплаты лечения. Как она не просила человека назвать свое имя, за кого помолиться, он так ей не сказал. Вот она считает, что так ей помог сам святитель.